И всем привет, ребят, с моим сторонникам я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике и даже, я бы сказал, обзорной тематике. Сегодня мы вместе с вами протестируем новый спецрежим, который сегодня у нас появился в игре. Посмотрим, насколько он актуальный, насколько он интересный. Это спецрежим на вас по молотах, который я, честно говоря, до сегодняшнего дня видел, наверное, только один раз. Это было на Дюссельдорфах, и тогда этот спецрежим, честно говоря, был не особо актуален. Поэтому посмотрим, что у нас сегодня будет в этом спецрежиме, ну и все это дело будет на новой ремастер-карте. За оперативность, за интерес, возможно, таки, не забывайте, конечно же, поддерживать видос лайком, ну и подписываться на канал. Если вдруг какие-то оповещения у вас не приходят, вы не получаете оповещалки о стримах, о видосах, то также рекомендую перейти на наш Дискорд-сервер, потому что там я стараюсь как раз-таки все эти оповещалки скидывать, как только выходят новые видеоролики, как только появляются стримы. Поэтому, если что, тоже на Дискорд-сервер присоединяйтесь. Ну, а мы пикаем в бой, посмотрим, насколько там все будет жестко и интересно. Ну и заодно посмотрим, что там по прибыли. Я так понимаю, что там будет вас помолоть с ДКД расходкой по режиму... Я вот не помню, что там... А, ТДМ-ка по режиму... Поэтому будем смотреть. О, за нас Егориус попадается! Тот самый Егориус! Тот самый МЖСКИ Вася Шафта! Вот так! И мы давайте потихонечку будем двигаться к респу и смотреть, вообще, залетают ли ваншоты. Нулевой урон в полной мере. Тут также повышены шансы выпадения золотых ящиков. Так что здесь большинство, наверное, будет играть на голды. Но наша, как раз-таки, задача и интерес, я думаю, что должен заключаться, как раз-таки, не в голдах, а в уничтожении противника. Но я так понимаю, что ваншотов здесь нету. А если ваншотов нету, то это уже плохо. О, это уже плохо. С двух выстрелов можно слить оппонента. Но это надо, чтобы как раз-таки он не прожимал аптеку. Если пацаны прожимают аптечку, то его уже не слить. Ну и я смотрю, что тут типы супер-супер-супер пассивно играют. Без особо выкатки вперед. Да, то есть пытаются сыграть аккуратненько. Без оверпиков. Ну и с этим максимально долгим нулевым уроном, это, конечно, вообще габельская. Если бы этот режим был бы без нулевого урона, я думаю, что он был бы намного-намного актуальнее и намного интереснее. Потому что иначе у меня нет особо никакого смысла въезжать в базу противника. Потому что просто я сталкиваюсь с ситуацией, что начинаю стоять перед типами, которые меня могут унести. А я им как раз-таки нанести урон не могу. Но посмотрим, что будет по прибыли. Может быть, здесь по прибыли будет неплохо. Может быть, прибыль как раз-таки все дело здесь и решит. Ну а так, будем стараться здесь где-то на средней дистанции накидочку урончика демонстрировать. На ближнюю дистанцию, я думаю, что съезжаться особо смысла никакого нету. Поэтому будем чуть-чуть среднюю зонку разыгрывать. Плюс у нас есть Ебориус, который должен как раз-таки контентику, если что, давать. И нам каточку помогать эту выигрывать. За голдами можно было бы поехать, если это был бы, конечно, какой-нибудь мега голд. За обычными тыщенками особо я, наверное, не вижу смысла гоняться в наше время. Это не так много. Так, ну и здесь... Ну это ужасно. Ну что это такое? Типа, ну вот эти нулевые уроны. Это чисто под ловлю голдов тогда режимчик, я бы сказал. Чисто, знаете, там на вас помолву паркурить, влетать, ловить голды. Но никак мне играть на киллы, да? То есть, ну как я могу играть на киллы, если тут такой долгий нулевой урон? Что я должен делать? Просто вот каким образом я должен переигрывать оппонента, когда нулевой урон? Да, окей, хорошо, когда я сам рискуюсь, да? И он во мне ничего не может нанести. Я могу додес респа нажать и просто там сбрить кого-то. Но всё равно это, ну не то. Здесь должна быть такая ситуация, что ты по риску, короче, едешь. Ты можешь спокойно контролировать противника, да? А по итогу что мы имеем? А по итогу мы имеем карту, на которой наоборот надо кататься не по респу, а надо кататься ближе к своему респу. Чтобы не накидывал противник урон. И чтобы в этом плане у вас было больше шансов на реализацию. Так, ну и по ограничению, я не знаю, здесь есть ограничение на 150 килов? Или его нету? По идее, наверное, должно быть. Ну и плюс здесь даже ваншота нет. Ваншота нет, модификации, я так понимаю, что у всех одинаковые. Если у вас вооружения прокачанного нету, ну тогда, в принципе, наверное, можно поиграть в этом режимчике. Понаваливать. Подавать контентику. Но вот если... Но вот если у вас, типа, с прокачками всё в порядке, ну, наверное... Наверное, это не самое лучшее решение. Пилить в этот режим. Ну, конечно, вопрос ещё в том, насколько у вас есть интерес к ловле золотых ящиков. Если у вас есть большой интерес, то я думаю, что на таких вооружениях половить можно приятно голды. Но если я, например, акцентирую внимание исключительно на прибыль, да, и на заработок в режиме, то, наверное, здесь по заработку будут как раз-таки проблемы. Ой, шикарно, на миночку молодого откинул. Так, ну и попробуем здесь подъёмчик закрыть. Ну, мне сразу тоже прилетает. 17 киллов у меня уже есть. Стараемся дать как можно больше, чтобы зафиксировать лучшую прибыль в этом бою. Посмотрим, сколько вообще здесь будет реально. Уже какие-то лаги у нас появляются. Что-то мне намекает. Это на то, что сегодня ещё и дэддосинг, наверное, подъедет. Грязный. Надеюсь, конечно, что ничего не будет. Всё будет чётко. Но такие лаги с утреца это уже очень и очень плохой знак. Но передорядка тоже выстрела, если честно, довольно долгая. Думаю, если ты разряжаешь баллон и при этом противник где-то рядом, то очень велика вероятность того, что тебя просто унесут на рейс. Но голды падают. Голды падают. Ребята заинтересованы в их ловле. Но я заинтересован в том, чтобы как раз-таки этих ребяточек посливать. Ебориус играет под меня. Неплохо, неплохо, неплохо. Отлично. А, я говорю, вот уже слили. Ну ладно. Пытаемся жить, пытаемся жить. Здесь респы справа сверху тоже, мне кажется, есть. Надо чуть-чуть аккуратнее быть. Выживать по максимуму. Ну и, конечно же, смотреть, где у нас падают голды, чтобы играть в тех типов, которые как раз-таки эти золотые ящики будут ловить. Но пока по киллам, по очкам, все довольно неплохо. У меня есть, конечно, у нас тип, который 21 на 3 идет. Вообще какой-то суперзверь по ощущениям. По ощущениям суперзверь. Ну ладно, 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 сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, что еще будет у нас. Что тут еще будет у нас? Может быть мы сейчас всю эту реализацию под... ...себя вбэмсим. И будет шикарно. Шикарно. Так, еще накидочка плотная. И плотная накидочка. Есть ли здесь ограничения в 150 килов? Вот в чем вопрос. Я, честно, не знаю. Ну и типы, вы видите, как они играют. Они играют суперпассивно. Да, то есть в режиме, в котором есть нулевой урон, в котором, типа, прячутся. Ну, мне уже, например, не так комфортно играть. Да, когда есть этот нулевой урон. Если бы нулевого урона не было, то можно было бы стараться как раз-таки с респа за счет преимущества по расходке вносить противника. А так, с нулевым уроном тебе, наоборот, надо откатываться от этого респа, чтобы, если что, не получить большое количество урона. Тебя как раз-таки не унесли. Ну и то. Все равно бывают моменты, когда ты под респик играешь, и тебя уничтожают. И это, конечно, не очень круто. Это не очень хорошо. Так, ждем ДДшечки и пытаемся с двух расходников уже накидочку оформлять. Егориус тут как тут. Пытаемся еще забрать того типа. АФК не успел. Аптечку нажать. К сожалению. Так, право у нас падает золотой ящик. Я смотрю, мегаголдов нету. Тебе вроде не завтыкал. Все эти голды были обычные. Даже контейнеры не падают. Хотя мне, если честно, особо сильно ты контейнеры тоже не интересует. Ну, это так. Знаете как. Для интересика. Ну и еще в этом режиме, я так понимаю, что можно очень сильно играть в крысу. Можно, например, давать тычку среда вторым. То есть, если вы видите, что кто-то наносит урон по противнику, вы можете просто ждать, чтобы ему выдали первый выстрел, а вы уже накидывали второй. Например, сейчас, да? Видели, что? Молодой какой-то вкинул урончик, и вы просто на добивочку сыграли. То есть, можно еще так реализовывать свое вооружение. Но я, если честно, не сторонник этого дела. Я больше склоняюсь к тому, что... Если вы уже бьете противника, то старайтесь бить его честно, да? А не просто в подсос грязный. Поэтому, если что, там, ну, ваши тиммейты заберут фраг, ну и заберут. Типа ничего такого страшного, как по мне, в этом нет. Так. Можем пробовать забрать вот этого. Отлично. 14 киллов до конца, либо здесь нет ограничений, сейчас заодно узнаем. Ну, скорее всего, наверное, для TDM-ки должно быть ограничение в 150 киллов. В этом плане, наверное, ничего не меняется. TDM сам по себе по фарму не является плохим режимом. Поэтому коэффициент их здесь на прибыль может быть неплохой. Но посмотрим, насколько он будет неплохой. Сколько он будет хороший. Сейчас мы всё это делаю вместе с вами узнаем. 10 киллов у нас остаётся до конца. Голдвик падает. Попробовать забрать его, может. Ладно, не буду забирать. Или буду? Не, не буду. Писажите, мать возьмёт. Думаю, что генералу явно этой тысячи кристаллов больше нужно, чем мне. Я, если что, там и сам заработаю эту тысячёночку грязненькую. Ну и да, 150 киллов ограничений есть. 4000 кристаллов за бой. Мало, 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 мало. С повышенными фандами на сегодняшний день это очень-очень мало. И если вы рассматриваете этот спецрежим с точки зрения фарма кристаллов, то я думаю, что это не лучший режим для его фарма. Но если вы рассматриваете режим с точки зрения ловли золотых ящиков, у вас нету хороших вооружений в гараже, то почему нет, можно пробовать ловить эти самые голдики, фармить с них кристаллы. Ну и если нет вооружения, у вас есть возможность поиграть на фуловых вооружениях, на равных вооружениях с противником. И как раз таки пореализовывать этот замечательный вас помолот. Сам режим и модификация вооружений, наверное, смотрится неплохо, круто, но если бы не было бы нулевого урона, явно этот режим для меня лично был бы намного-намного интереснее. Ну а так, в целом, что-то такое спорное, и что-то, чем я, ну, наверное, не полностью согласен. Пишите, что вы думаете по поводу этого замечательного спецрежима. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и, конечно же, не забывайте про тег-создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте, кемо-личный тег-создателя контента Tech Team B. Устанавливайте его, поддерживайте меня, участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. Все информации по розыгрышу есть в описании. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.